Лучшая Лига Мира продолжает курсировать по городам Великой Страны. Вторая половина 13-го тура. Заглядываем в славный город Ярославль, где все близится к началу матча между Шинником и Енисеем. Николай Владиславович Левников, город Сочи, и делегат Петр Сергеевич Петухов, город Москва. Свисток прозвучал. Смотрим за этим матчем. Получится, кто будет подавать этот угловой. Самойлов сам, подача, хорошая траектория. И головой, по-моему, здесь кто был? Цель сыграл. Тут же опять же Самойлов. Но если там подавал Самойлов, сейчас посмотрим на подачу Вячеслава Зинкова. Ворота, мяч и летит. И какой же был момент у игроков Ярославского Шинника. Ломакин забивал Уралу. Ну и смотрим на этот розыгрыш. Ждойдет ли дело до удара. Идет, идет, идет. Ух ты, мяч чертнул все-таки перекладину. Ворот Ярославского Шинника. И это Андрей Мазурин. 87-й номер был. И смотрит на свои перчатки Айдаров. Проблематично будет у Малахова Федора выиграть. Сейчас как раз в трапе. Самойлов удар по воротам. Ох, как сейчас было опасно. Шава выручил свою команду. Угл, конечно, был острейший. Но, тем не менее, капитан отважился на этот удар. И не застал врасплох галкипера Енисея. У мяча как раз Мазурин. Андрей разыгрывает с ближним. Домашний, наверное, заготовочка идет. Ух ты, как опасно Андрей. Чуканов здесь подключился и пытался. Да он выходит обратно, поднимает руку и просит дать. Удар по воротам. Самойлов. Самый активный. Самый активный в составе Шинника, по-моему. Пока. Ну вот смотри, 34-я минута встречи. Смотрим. Александр Ломакин нанес больше всего ударов в лиге. Поворотом 37. Смотрим за этим моментом. Удар по воротам. Штанга. Выносит мяч Ярославцы. И Енисей прощает Ярославский Шинник. Было очень и очень опасно. Ломакин. Ломакин. Ну, во-первых, Ломакин хорошо подал. Кто-то бил по воротам. Возмущался. Фоболцов процентный. Итак, Спорцов идет в атаку. Малахов. Скидка пяткой. Как-то верно. Не знаю, зачем. Бей в дальний нижний угол. Он правда из-под себя. Обычно, когда Шинник играет, мы хвалим за Гре. Но сегодня... Тут что-то хитрое сейчас будут разыгрывать ярославцы. Что-то подсекал. Сейчас рукой. Удар по воротам. 1-0 за Гре. Только я вспомнил Бен Азиза за Гре. Что обычно его хвалим игрой головой. И он отличается. Гол в раздевалочку забивает Ярославский Шинник. Хитрое задумали. Задумали хитрое. Реализовали 1-0. Ярославцы выходят вперед. Наблюдают так или иначе. Но что-то очень внимательно опасный момент сейчас. И Савельев чуть было не оказался на позиции для того, чтобы пробить поворотом. Ты знаешь, вот... Нарушение правил здесь было. Здесь Захаров. Кульс здесь сделал передачу на Малахова. На подборе Ярославца Леников. И тащит этот мяч. Шанов оставляет Енисей в игре. А какой классный удар-то получился. Прямо так... Такая скидка еще хорошая. Самойлов делал ее? На правом фланге сейчас атака раскрывается. Передача в штрафную площадь. Ну, там по центру на месте оказывается. Айдаров несложный, на самом деле, для него ударов. Мяч, как говорится, такой уже... Как... Хорошенько спущенный через мясо пробивали игроки. За Гре. А не повторить ли этот результат? Удар поворотов. Рикошет хватается за голову Захар Федоров. Действительно, было очень-очень опасно. Ну, а Эмерсон продолжает сидеть на газоне. Делает передачу, перехватывает этот мяч Эмерсон. И тут момент. И пенальти. И пенальти. Ответка в сегодняшней встрече. А что было в штрафной Ярославского Шинника? Я не понял, что было. Тоже очень любопытно. Тоже очень любопытно. Здесь Султунов по ногам точно Мухаммад получает. Смотрим. Разбег. Удар. И мяч летает в сетку ворон. Красноярского Енисея. Игорь Шамов в одном. В одной стороне мяч. В другой Шинник забирает эти три очка Ярославля. И не дает Енисею одержать победу. Выносит мяч уже из штрафной площади. И звучит финальный свисток. Поздравляем Ярославцев с победой 2-0. Я, Сергей Воронин, благодарю вас за этот прекрасный эфир. Ходите на стадионы и обязательно болейте за своих. Всего доброго. Пока. Услышимся.